На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте! Главные события уходящего четверга, 7 сентября, в нашем выпуске. До 10 тысяч грузовиков ежегодно планируют выпускать на заводе «Солерс Арго». Сегодня конверт предприятия запустил вице-премьер «Мантуров». Первые высоколокализованные грузовики уже собраны. К промышленной сфере сегодня в принципе особое внимание. Ее сотрудники отмечают профессиональный праздник. Тем, кто наиболее отличился, присвоены звания заслуженных работников отрасли. В Засвияжье скоро откроется новый детский сад. Каким будет второй корпус «Изюминки» и почему именно там это дошкольное учреждение ждали особо. А наш Олмова после масштабного ремонта возобновил работу «Импульс». Какие изменения произошли в спортивно-досуговом клубе. Итак, новый завод по полному циклу производства малотоннаждных грузовиков официально открыт. На площадках ОАЗа планируют в год выпускать до 10 тысяч высоколокализованных автомобилей. Если проще, произведенных с использованием российских комплектующих и отечественного сырья. Старт производства дал глава Минпромторга Денис Мантеров. Репортаж Ирины Шмаговой. Кабину будущего грузовика собирают из небольших деталей. На первом этапе комплектующие складываются в единую конструкцию. На сварочной линии формируется окончательная геометрия кабины. После этого ее окрашивают и отправляют на линию сборки. Особое внимание уделяют качеству. Качество изготовленных кабин нами намного выше, чем приходило от китайских партнеров. Аккумуляторы, стекла, шины. Часть комплектующих сделана в России. Ближайшая цель компании – локализовать производство грузовиков и достигнуть отметки в 60%. У нас очень серьезный потенциал. Как производственный, промышленный, так и, самое главное, кадровый. При всем кадровом голоде инженерной мысли у нас одни из самых сильнейших. Мы будем использовать дальше на благо региона и индустрии в целом. «Солерс Арго» – это первый малотоннажный грузовик данного класса, производимый в России. Его максимальная масса – 2,5 тонны, что делает автомобиль удобным для грузоперевозок. Компактность отличная, маневренность, низкая высота погрузки и возможность въезда в центр крупных городов. Все это про грузовики «Солерс Арго». Стартовая стоимость грузовика – 2 миллиона рублей. В планах компании в год производить до 10 тысяч автомобилей. Для этого создадут больше 300 новых рабочих мест. Ну и, соответственно, приведет к тому, что будет больше отчислений в наш бюджет областной. И, соответственно, мы будем гораздо больше социальных программ на эти дополнительные средства реализовывать. Старт новому производству дал Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли отметил – у «Солерс Арго» большое будущее. Со своей стороны государство расширит поддержку спроса. До конца года финансирование программы льготного лидинга будет увеличено на 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Это позволит дополнительно реализовать около 15 тысяч машин. Насчитывая на то, что вы будете регулярно нас радовать новыми новинками, расширением модельного ряда. Это касается в том числе и электрических автомобилей. Первый опытный образец электрокара на базе автомобиля «Арго» компания уже произвела. Планируется, что в ближайшее время запустят серийное производство экологичных авто. Ирина Шмыгова и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. И сегодня сотрудники трех тысяч промышленных предприятий региона отмечают профессиональный праздник. Алексей Русских отметил – Ульяновская область улучшила показатели индекса производства, поднявшиеся в окружном рейтинге с 14 на 8 место. Я убежден – ваш высочайший профессионализм, ваши богатейшие трудовые традиции будут и в дальнейшем служить основой всех достижений региона, направленных на благо ваших семей, ваших предприятий, на развитие и процветание Ульяновской области. Знаками отличия заслуженных работников отрасли сегодня наградили сотрудников различных секторов промышленности. Это машиностроение, металлообработка, строительство и энергетика, лесная деревообрабатывающая, а также пищевая и легкая промышленность. Я более 30 лет работаю на одном из лучших предприятий Ульяновской – Элегантия. Пришла работать работницей, затем работала мастером, начальником цеха, инженером, а теперь более 15 лет работаю начальником производства. Благодаря положительной динамике стал возможен опережающий рост заработных плат. В целом по региону средний размер оплаты труда в промышленной отрасли увеличился более чем на 30%. Городские депутаты решают проблему благоустройства в областном центре. Многие из них казались нерешимыми, но там, где избранники идут на контакт, болевые точки удается быстро вылечить. Об одном из таких примеров Эдуард Истомин. Эти кадры сняты на Рябиково 53 месяца назад. Жители здесь ходили как по минному полю, но больше всех страдали дети с особенностями. У Светланы Курамшиной сын прикован к коляске, погулять с ним была проблема, пока не появился асфальт. А сейчас замечательно. Сейчас и дочка ездит на велосипеде, и мы на коляске. Замечательно. Все как по маслу. Прямо уже обкатали этот асфальт. Нам понравилось. Асфальт уложили как возле дома, так и за ним. Теперь люди ходят, не нарадуются. А поменялась жизнь после того, как они обратились к депутату Сергею Маргачеву. Избранник не стал откладывать дело в долгий ящик. Тротуар был сделан в 98-м году, плиточный. Торчали арматуры. Когда он сказал, я вам помогу, мы ему поверили. Это удивительность, что в течение недели все было сделано. Были выделены деньги дополнительные, и был сделан ремонт. Я благодарен на то, что Алексей Юрьевич реагировал, и мы будем продолжать эту работу. От ульяновцев идут нарекания энергетикам. Их ремонтная кампания явно затянулась. Пример тому севастопольской 4А. Ямы и траншеи здесь стоят опасность для школьников. После реакции депутата Маргачева ресурсники ускорили работу. Однозначно будем требовать с них. Извините, но все должно быть соответствующим. Они же когда начинали работу, они же распланировали график выполнения работы. По мнению депутата, энергетики обязаны были предусмотреть сбои в поставках плит, а не оставлять решение на последний день. Эдуард Истомин, Михаил Державин, Вестсульянск. В Засвияжье готовят к открытию новый детский сад. Это второй корпус изюминки, который расположится на улице Шигаева. Сегодня на объекте завершена строительная работа, а также выполнено благоустройство прогулочных зон. Следующий этап – это подготовка к получению лицензии на правообразовательные деятельности. Решение о строительстве сада поддержал Алексей Русских, а работы выполнены благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Сам детский сад очень ждали жители микрорайона. Это позиция всего жителей Дальнего Засвияжья. И такая инициатива исходила именно от них. Мы понимаем, что в Дальнем Засвияже самая большая плотность населения в городе и вообще в Ульяновской области. Динамично развивается микрорайон Юго-Запад. И, к сожалению, там недостаточное количество мест. И мы понимаем, что здесь и сейчас, конечно, нужно было входить в национальный проект. Всего новое дошкольное учреждение рассчитано на 160 воспитанников. Работать будет 8 групп, в том числе ясли, для которых предусмотрена теплая колясочная. Практически детский сад укомплектован уже детками. Желающих очень много. Я всегда говорила и буду говорить, что не только родители, но и бабушки, и дедушки, и все жители этого микрорайона будут довольны, что детский сад здесь. Здесь будет жизнь, здесь будет праздник, потому что детство – это всегда праздник, музыка и смех. Также в детском саду обустроен современный пищеблок, медицинский блок с изолятором и прачечная. На втором этаже расположатся спортивные музыкальные залы, а также творческая студия, кабинет логопеда и психолога. На аллее ветеранов открыли мемориальные пилоны в честь ульяновцев, которые погибли в ходе специальной военной операции. Сама аллея расположена на бульваре Фестивальном. Там установили мемориальные пилоны в память о героях-земляках из 31-й десантно-штурмовой бригады. В их числе контрактники Герман Смирнов и Анвар Расулов, а также мобилизованный Андрей Макар. Мы продолжим и дальше аллею ставить пилоны, чтобы семьи могли прийти, и все жители Ульяновска видели наших героев и чтили память. Низкий поклон нашим ребятам, которые защищают сегодня и несут победу нашей стране. На открытии пилонов присутствовали родные погибших героев. К мемориалам возложили цветы, а память воинов почтили минутой молчания. Не скрывая слез, близкие с болью вспоминают о своих отцах и мужьях. Служил в 31-й бригаде, почти 20 лет отслужил, но так получилось, что там и вернулся. Мы с детьми скучаем ужасно, любим его и всегда будем помнить о нем. Подрастающее поколение и жители города должны знать именно героев, которые отдали свою жизнь за наше общее будущее. Человек жив, пока о нем жива память. К другим темам. Спортивно-досуговый клуб «Импульс» на улице Шолмова возобновил работу после масштабного ремонта. Капитально отремонтированная система отопления и электропроводка. Обновлена кровля, окна, сделана полная перепланировка кабинетов. Сегодня в клубе занимается почти 100 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Летом здесь работала группа «Время пребывания», это лагерь во дворе детский, это работали трудовые отряды, сейчас подростковые общественные какие-то объединения по интересам. Это клуб, скажем так, штаб микрорайона, детский штаб. Вы знаете, что такое клуб «Импульс»? Для нас, для родителей, которые находятся посреди двора. Это то, что отрывает наших детей от гаджетов, от телевизора. То, что заставляет телефон выключать, вкладывать в карманы и сюда приходить. В обновленном клубе ребята уже учатся танцевать, осваивают различные виды творческой деятельности. С этого года ведется набор на занятия по карате и спортивной гимнастике. До Дня города остались считанные дни, поэтому подготовка к празднику в самом разгаре. 10 сентября Ульяновску исполняется 375 лет. К программе подходят с особым размахом и креативом. Например, на Соборной площади будут танцевать 17 спецмашин городских дорожных и коммунальных служб. Идея пришла не случайно. Эти транспортные средства ежедневно поддерживают город в чистоте. Представление назвали балетом городской техники, а его режиссером стал хореограф в театре юного зрителя. Зачастую мы видим эту технику в городских условиях, когда она выполняет свои основные функции. Порой она совсем незаметна. Она работает и ночью, и ранним утром, и днем. У нас здесь задача показать людей, которые работают на этой технике, их умение водить, их умение маневрировать техникой, как она в такими габаритами справляется, как они могут друг с другом взаимодействовать, как настоящий ансамбль. Работа на дорогах много, поэтому у дорожников в общей сложности набралось всего несколько часов на репетиции. Тренировки проходят в утренние часы пик, без ущерба для работы. Для водителей это интересный опыт опробовать свое мастерство в необычных условиях. Режиссер отметил их искреннюю вовлеченность в процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова